Размять голеностопы, отработать ведение мяча, подачу и зарядиться командным духом – последние приготовления перед отправлением на соревнования. 11-12-летние мальчишки половину своей жизни уже играют в футбол. Иоанни Софиликиди в спорт привел старший брат, футболист Анапы-2. Спорт только для мужчин храбрый. Почему? Ну, потому что футбол – это травмоопасный вид спорта. Я играю на защите, но мне нормально все. В прошлом году ребята уже подтвердили свое мастерство и привезли с соревнований Кубок губернатора. В этом году задача нелегкая – подтвердить достигнутый результат. Для этого в три раза в неделю по несколько часов на стадионе. Я давно хотел на соревнования. У нас задача – выиграть. Роберт считает, что для победы важно одно. Уверенными должно быть, чтобы не страшно было. Но и противнику тоже страшно, говорит ребятам тренер Роман Аганьян. Он помнит себя пятилетним мальчишкой, когда он сам только пришел играть в футбол. Роман верит в своих ребят и мечтает о том, чтобы они добились спортивных высот. Хотя главное, конечно, не это. Не главное, чтобы они там стали суперфутболистами. Главное, чтобы людьми были хорошими и здоровыми. Вот и все. Я их всегда оцениваю лучше всех. По-другому нельзя. Она погордится своими воспитанниками и верит в очередную победу. Я смотрю на вас. Действительно, в глазах есть огонь такой спортивный. Злость должна быть. Не вступайте. Всегда знайте, что в вас вкладывали силы, умения, что за вами тренер, родители. Они вас ждут с победой. Желаем удачи нашим маленьким спортивным звездам. Припочу менять.